Всем добрый вечер. Мы начинаем сегодня нашу осеннюю сессию спецсеминаров БАИС-группы. Правда, у нас как бы будет сегодня доклад, и следующий спецсем будет через две недели, потому что на следующей неделе у значительной части группы аттестации аспирантов, плюс я буду в командировке. Ну, в любом случае, наш сегодняшний докладчик Иван Назаров из группы профессора Кунаева Advanced Data Analysis for Science and Engineering, группа так называется, и Иван нам сегодня расскажет про их работу, которая была принята на ICML этого года по БАИС-овскому прореживанию глубинных нейросетей с комплексными переменами. Очень интересно. Будет. Ну и тема, в принципе, нам должна быть знакома и близка. Тема интереснее, собственно, сегодняшний доклад послушать. Иван, прошу вас. Спасибо, Дмитрий. В общем, тема не просто близка, а фактически я как бы развил ваши идеи, которые делились замечательно в вашей группе, просто, так сказать, на случай комплекса сетей, чтобы можно было это применить в задачах обработки аудиосигналов, ну и, в общем, и радиосигналов в том числе тоже. Соответственно, эту работу приняли на ICML 2020. И, в общем, основная цель этой работы была, соответственно, взять методы, которые были разработаны в статье Молчанова 18-го года и Харитонова 18-го года вашей группы, и развить эти методы на комплексно-значные нейросети. Соответственно, основная мотивация комплексно-значные нейросетей, это очень банально, есть некоторые датасеты, которые, естественно, представляются в виде амплитуды и, так сказать, и фазы. А именно, например, там сигналы со спутников, с радаров или радиосигналы. Вот. И в таких задачах выяснилось, что комплексно-значные сети работают вполне неплохо. Во-вторых, они, несмотря на то, что комплексно-значные сети имеют в два раза меньше параметров, потому что между ними есть связь, единственное ограничение в них в том, что они при этом используют ровно то же самое количество умножений и операций флаутовых, что и нейросеть вещественная с тем же самым, ну, с удвоенным объемом параметров. В общем. Соответственно, так, что у нас? В этой работе мы предлагаем с вардропаут или комплексных сетей и исследуем, как он работает. Вот. Сейчас, одну секундочку. То есть вы говорите, что в два раза меньше памяти? А почему так получается? Грубо говоря, что в одно комплексное число хранить, или сложно, два действительных числа? Условно, в два раза меньше, на самом деле, возможно, я не совсем правильно сказал. Там, на самом деле, получается экономия в следующем. Я перейду к этому, это будет, я расскажу про комплексно-значные сети тоже. Но основная идея в том, что просто-напросто, если у нас изначально матрица, к примеру, была 2n на 2m, где m и n, это, ну, понятно, вход и выход, то теперь у нас она 2m на n просто, условно. И при этом мы просто на лету восстанавливаем и вычисляем. Вот приблизительно так работает сеть с комплексными значениями. Вот. Насчет того, что, как она сопоставляется с вещественно-значной сетью, есть, как бы, подход такой. Обычно берут и в два раза меньше делают сети по объему нейронов каждого слоя выходных. Вот. Но есть некоторые работы, которые говорят, что на самом деле нужно не так делать, нужно брать, условно, на корень из двух, в корень из двух раз меньше брать нейронов, а не в два раза. То есть тут есть некие дебаты, но, в принципе, вот обычно сравниваются вещественно-значная сеть и комплексно-значная сеть с в два раза меньшим числом параметров, выходных нейронов. Ну вот. При этом, да, суммарно объем самой нейронов сети будет меньше, потому что у нас за счет второго удвоения у нас его просто нет. Вот. Так, окей. Значит, вопрос еще следующий. Ствожность перемножения двух комплексных чисел. Ну, либо четыре, это наивное, либо можно уменьшить ее до трех, если за счет того, что увеличить там количество сложений с двух до шести. Ага, окей. Значит, и коллеги, просьба всем выключать микрофон, если вы не задаете вопрос. У нас тут не было посторонних шумов. Спасибо. Да, ну, в общем, комплексно-значные сети нашли свое применение, где они лучше работали, чем вещественные, в задачах радиозондирования, в МРТ, там сигнал такой, ну вот, классификация сигналов и в обработке звуковых сигналов тоже. Но при этом также были, есть работы, где комплексно-значные нейросети применяют к вещественным данным, к вещественным значным данным картинки, например, или просто-напросто вставляют некоторые структурные блоки, комплексно-значные структурные блоки в РНН, чтобы стабилизировать работу, ну, backpropagation и, соответственно, прохода вперед во времени. То есть, потому что, если мы сможем каким-то образом зафиксировать, ну, первое, взять артонормированную матрицу, которая связывает hidden state в РНН, то у нас они взрываться не будут, у них норма всегда будет сохранена, и это будет хорошо. А если при этом еще добавим информацию о том, что у нас есть фаза, которая, ну, эта информация, комплексно-значные сиск, она там естественная, то у нас даже может лучше получиться. И, соответственно, это было исследовано статьей, там, 16-го года, там, товарищем Виздом. Вот. При этом, что-то, ну, как я уже говорил, нейросети условно на пальцах. Это мы берем одну нашу нейросеть вещественную, мы берем ее, каждый слой делаем копию, и при этом дальше мы просто-напросто связываем их перекресток, как внутри каждого слоя, мы выходы вычисляем, соответственно, для каждой копии, но потом еще вычисляем поперекрестно, когда мы вход одной копии подаем на другой копии, санка минус и наоборот. Таким образом, фактически, здесь из вещественной сетки можно сделать, ну, из вещественной сетки с одним, вот с этими двумя блоками можно сделать вот такую комплексную сетку. Или наоборот, мы можем взять какую-то нашу вещественную сетку, вот, у которой просто в два раза больше какой-то шлопараметров, который делится на два, на вход и на выход, ну, и просто добавить линейное ограничение на ее веса. Это можно применить как к смертышным слоям, как к билинейным слоям, в торче, так и к обычным линейным, разумеется. С точки зрения активации в комплексно-значных сетях здесь самая типичная активация, это когда мы отдельно к вещественным, отдельно к мимо-компонентам применяем, RELU, например, или TANGENS, или когда мы берем, RELU применяем к амплитуде, а фазу пропускаем как есть. Третий есть вид активации, когда мы берем каламортные функции, то есть те, которые действительно функции комплексного переменного, которые хорошо, которые дифференцируются. Но проблема в том, что они не ограничены, чтобы быть комплексно дифференцирован, поэтому приходится с ними возиться. И поэтому они гораздо реже применяются в комплексно-значных сетях. Что касается backpropagation в комплексно-значных сетях, то если мы представим нашу комплексную нейросеть вот в виде вещественной нейросети, в которой есть вот эти ограничения, а потом будем, соответственно, считать градиенты по каждому параметру WREAL и WMAGINARY, то мы получаем направление, которое будет соответствовать наибольшему, ну, понятно, градиенту мы получаем, по которому наша функция loss, соответственно, если мы пройдем, мы будем уменьшать ее. Если, соответственно, посмотреть на всю структуру комплексно-значных сетях как вот на некую функцию, комплексно-переменда, то о дифференцировке комплекса там речи вообще не идет, потому что у нас активации такие. Но при этом, если мы слегка расслабим наше требование, там есть уравнение Кошеримана, которое необходимо для того, чтобы комплексно-значная дифференцировка у нас была. Вот если мы их расслабим, то такое ослабление применяется в комплексно-значном СВД, например, когда вот выводим, например, эти уравнения. Если такое ослабление применяем, то весь вывод, который мы получим, он будет соответствовать тому же самому, что если бы мы, как я уже сказал, взяли отдельно градиенты по вещественно-помнимым кускам линейного слоя, например, и пошли вдоль этого направления. Вот это можно показать, это не очень инструктивно и информативно, но это так есть. Из этого вытекает, что можно взять существующий весь зоопарк фреймворков, который есть комплексно-значных веществ, простите, Torch, TensorFlow, там что еще, MaxNet, и просто-напросто аккуратно, если там автодиф работает, он работает там, то можно аккуратно просто написать такой вот вычислительный граф, закодить его в питоне, который будет вести себя, вычислять вести себя и дифференцироваться, как комплексно-значная нейросетка. При этом он, соответственно, ей таковой не будет, потому что у нас все вещественное там, но работать оно будет. Значит, Иван, вопрос. Эта нейросеть выплевывает на выходе, что действительные числа? Значит, смотрите. Поскольку у нас в машиноплечении лосс вещественно-значный, мы по-другому порядок, мы на комплексно-значных числах не ведем, то лосс у нас вещественно-значный, то есть оно выплевывает что-то, что превращается лоссом в вещественно-значные числа. Теперь, что мы на выходе самой нейросетимеем? Здесь зависит от задачи. Если у нас регрессия, то и мы хотим из вещественного сигнала сделать, из комплексного сигнала сделать комплексный сигнал, то, простите, то да, оно выплевывает комплексные числа. Ну, вещественную минимуму компоненту. Если же мы хотим, например, сделать классификатор, то в статьях обычно берут и говорят, окей, давайте отбросим вещественную компоненту и будем смотреть только на мнимую компоненту. Или наоборот. То есть каким-то образом либо вычислить какую-то линейную комбинацию взвешенно из вещественной мнимой компоненты и потом объединить их в вещественное число, которое мы подаем на softmax или на sigma. То есть обычно делается так. Другими словами, у вас тут как бы нету комплекции функции комплексного переменного. То есть именно в такой случае нужно было бы использовать условия Кошериммана для того, чтобы что-то оптимизировать. Иначе функция у нас была бы не дифференцирована. То есть если мы отказываемся от Кошериммана, у нас функция перестает быть дифференцирована. Но поскольку здесь вы фактически трактуете функцию как что-то, что у вас берет многомерный комплексный вектор на вход, а на выходе выплевывает число, собственно, у вас, который дальше надо минимизировать, то тем самым можно от этих условий отказаться и все будет модифически при этом корректно. То есть можно этот у вас оптимизировать по весам нейросети. Все верно. Но тут я бы добавил, что на самом деле тут происходит... Тут как? Вот условия Кошериммана на самом деле это что? Это что у нас перекрестные производные вещественные мнимого аргумента, вещественные части мнимого части аргумента, они должны быть равны с обратным знаком. И тут что происходит? Если это условие выполняется, то как бы вся арифметика, она тоже сработает. Если это условие не выполняется, то то, что эта арифметика вычислит, оно будет в нужном направлении для нашего бэкпропа. Вот. То есть тут вот это хотелось бы добавить. Да, если посмотреть строго на комплексы дифференцированных, разумеется, условия Кошериммана это условия. Но при этом есть действительно такой раздел анализа, где ослабляется вот это условие и просто рассматривается функция комплексного переменного как функция от двух аргументов. Комплексного числа и его сопряженного. Да, это обобщение, релаксация, она также позволяет и работать с хорошо дифференцированными функциями комплексного переменного. Но при этом позволяет слегка отойти от ограничений, которые вычислительно могут возникнуть. Соответственно, тут вот это называется Wirtinger Calculus, первое ключевое слово, или CR Calculus. Соответственно, там применяется то же самое. Эта штука была разработана, к сожалению, нету, я не могу назвать, я искал, я не смог найти первоисточник, прямо в конкретной статьях, где это было предложено. Но идея в том, что радиоинженеры, которые тем или иным образом работают с комплексными числами, если что-то им надо полифинцировать и что-то не очень, может быть, хорошее, то они используют вот эту штуку, а потом туда наворачивают условия каширимана. Они там, естественным образом, можно их туда вставить, и, собственно, оно будет так работать. При этом, если смотреть фреймворк JAX, который от Google, который автодиф делает, и то, что разрабатывается сейчас в PyTorch, оно очень медленно разрабатывается, там они на основе этого тоже делают. Они это используют, и при этом там можно добавить флаг в JAX, например, когда мы градиент берем, холоморфик или, как там называется, да, холоморфик равно false или true. Я не уверен, что флаг именно так называется, но смысл его тот же. Либо при автодифе мы предполагаем, что функция голоморфная, это значит, что фактически производную брать от сопряженного комплексного аргумента не надо, потому что она ноль. Ну, как условия Кошеримана, из них это вытекает. Либо, что нужно это делать. И при этом это просто оптимизация, на самом деле. Вот. То есть, это вот такой комментарий. Спасибо. Иван, а вопрос, вот если мы возьмем изначально функцию активации бесконечно дифференцируемую, какую-нибудь там ЕУ или прочую, которая спокойно обобщается в аналитическую комплексную функцию, то, как бы, тогда у нас вообще не будет никаких проблем с этими недифференцируемостями. Почему бы так не делать, как бы, всегда? Почему мы не используем гиперболический тангенс, например? Или почему... Ну, ЕУ, она фактически у нас что будет? У нас... У нее же там не будет ли у нее там мест, где она будет условно... Ну, тут ЕУ условно. То есть, берем любую, значит, бесконечно дифференцируемую функцию, которая там линейно с одним наклоном в положительной части, с другим наклоном в отрицательной части, например, бесконечно дифференцируемую. Таких можно миллион функций, так сказать, назвать, и просто их обобщаем в комплексную плоскость и не мучаемся с никакими недифференцируемыми. Так, почему так не делают? Я бы не сказал, что так не делают. Например, гиперболический тангенс, фактически это просто тангенс, который от комплексной переменной. Он использовался, но просто поскольку комплексно-значные нейросети, они не очень... они довольно-таки нишевые, то в какой-то момент времени просто в статьях пришли к выводу о том, что рело-активацию или вот так называемую сплит-активацию, когда мы отдельно к чему-то понимаем, что она работает просто лучше в задачах фактических. Вот. Также в одной статье, которая на самом деле можно считать, статья Хироши 2009 года, которая предложила, на самом деле, обосновала, почему вообще хорошо бы использовать комплексно-значные нейросети. В ней фактически сказано, что не очень гиперболические функции голоморфные и хорошо работают на практических задачах. Вот и все. Может быть, там вполне возможно, что там исследование довольно-таки... Оно не совсем теоретическое в этом плане обоснование, а более эмпирическое. И, может быть, сейчас уже на каких-то тассетах что-то лучше будет, но просто вот так фактически повелось, что ли. Тем более мы знаем, что через Рилу, например, у нас точно все хорошо сработает. Во-вторых, там есть проблема в том, что, на самом деле, как я понимаю, если функция действительно бесконечно-голоморфная, то она будет неограниченная. Да, понятно, что Рилу тоже неограничен, но условно у нее могут быть области, где она, к примеру, Рилу неограничена, если мы в бесконечность уходим. Рилу то же самое. Если же здесь, то можно найти такой луч, который довольно-таки близко может находиться к типичным параментам, в котором мы просто взорвемся в бесконечность, потому что там будет полюс. То есть, как я это интерпретирую для себя, когда читал. То есть тут фактически получается, что, с одной стороны, есть риск того, что можно взорваться, с другой стороны, просто так повелось, что используют, фокусируются на таких вещах. Да, если мы используем голоморфные функции, то есть сквозь них градиент нормально можно пропустить без релаксации Кошеримана, то, конечно, это действительно можно делать. Но так просто тут не делали. Окей, спасибо. Не повелось, что ли, как бы сказать. Вот. Соответственно, как я уже упоминал, комплексы значительной нейросети, они довольно-таки нишевые и применяются, высказывается, как некая экзотическая модель. Но вот, с другой стороны, применение важное для них есть. И при этом важно заметить, что для вещественных сетей есть очень много методов прореживания или уменьшения модели. Можно взять какую-нибудь огромную нейросет или ансамбль и маленькой нейросеткой попытаться аппроксимировать либо какие-то промежуточные выходы, либо логиты из ее классификационного слоя, например. Можно взять, к примеру, Loss и сделать его аппроксимацию до второго порядка и с помощью Гесиана посмотреть какие-то скоры, с помощью которых можно принять решение о том, нужен параметр или нет. Можно взять, например, просто Loss регуляризацию или можно просто отбрасывать параметры, отранжировав их по абсолютному значению. Можно применять какие-то тендерные и матричные факторизации для этого. Можно квантизацию использовать, когда мы просто берем и говорим, давайте мы просто будем вычислять не в FP32, например, динамическом рейнже, чуть-чуть поуже будем делать. Ну вот. Соответственно, в комплексных нейросетях часть из этих методов парочку было исследовано. Например, было исследовано в 19-м году, как можно квантизовать и по модулю прореживать сетки. В 20-м году была статья, которая сказала, давайте мы будем применять Loss регуляризацию к обобщению комплексных сетей к сетям из квадронионов. Ну, это как просто вот, условно, некий вектор, по которому пошел ресерч. Соответственно, хотелось бы добавить что-то для комплексных значений в нейросетей, потому что мой опыт с вардропаутом, с парсом вардропаутом Молчанова, таков, что это действительно хорошо работает. Да, он немножечко тяжелый в плане ресурсов метод, потому что там нам нужно хранить в два раза больше параметров, но при этом действительно он хорошо работает. Также было показано в статье Гейл и Хукер, кто-то еще третий, 19-го года от Гугла, что, да, среди всех методов, которые были на тот момент, а именно это была эльноид регуляризация вероятностная, это был прунинг по абсолютному значению, и это был спарс-фардропаут. Из этих всех трех методов спарс-фардропаут и прунинг, они самые неконсистентные, самые хорошие результаты давали. Потому что спарс-фардропаут, он адаптивно мог какие-то куски нейросети спарс-фицировать какие-то, оставлять все более, ну, не спарс-фицированные. Да? Соответственно, хотя вот при этом спарс-фикация прореживания с помощью пулнинга по модулям значений, она дешевая, она быстрая, она инженерно, хорошо работает, в отличие от спарс-фардропаут, потому что он действительно дорогой метод. Например, даже в той статье они не смогли ее применить к каким-то большим толик-трансформером, не смогли применить его к большому толику, к глубокому резонету, я не помню, к сожалению. Но при этом он не позволяет адаптивно решать задачи адаптивной спарс-фикации под каждый отдельный слой. Вот, поэтому я решил, мы решили, точнее, что неплохо бы посмотреть, а что можно сделать для комплекса унижающих нейросетей. Соответственно, я думаю, что, я уверен, что все присутствующие знают, знакомы, что такое спарс-вардропаут, но я все-таки позволю себе несколько повторить, что здесь происходит. Я думаю, не все знакомы, так что имеет смысл повторить. Давайте на следующий слайд, чтобы у нас было все. Да. Значит, спарс-вардропаут это метод вариационного байса, который позволяет выбрать те параметры, которые для модели релевантны. Давайте покажем слово по порядку. Вариационный байс, значит, что мы делаем? Байс, мы хотим, мы имеем наши априорные предпосылки, нашу модель и данные, и предпосылку о данных получить какое-то апостериорное распределение того, как наши параметры этой модели, как наша сама модель ведет себя после наблюдения данных. Байс. Вариационный байс, это значит, что мы хотим решить следующую проблему. Для сколько-нибудь интересных моделей, которые не являются, для которых нельзя использовать сопряженность, условно, когда парайр и модель сопряжена, это значит, что мы можем легко с помощью нашего лайклихуда, того, как наша модель объясняет наши данные, из априорных знаний получить апостериорное распределение. Это очень на пальцах. Когда мы так не можем делать, а мы это почти всегда не можем делать для сколько-нибудь интересных моделей. Для глубоких недосетей это невозможно сделать, если, конечно, мы не предположим что-то супер, если это будет не состоять из одного линейного слоя. Мы тоже не можем это сделать для таких глубоких сетей. Для сколько-нибудь интересных распределений также тяжело это делать, потому что у нас будут появляться интегралы, нам нужно ведь форму байс, у нас, как вы знаете, здесь она не приведена, но у нас фактически сверху идет вероятность наших данных при нашей модели, умножить на вероятность нашей модели и все вместе мы делим на вероятность данных. Вот этот интеграл, который у нас в знаменателе получает, тяжело взять. Да иногда даже интереснее получается. Например, если у нас есть апостериорное распределение, уже даже хорошее, готовое, всякие статистики предиктивные, всякие свойства могут иногда быть не берущимися интегралами. Поэтому в 1999 году было предложено Джорданам отойти слегка от строгости байсского правила и вместо этого попытаться среди какого-то семейства распределений простых, хороших, которые нам удобно использовать, найти что-то, что даст нам приближение к нашему постериору. Значит, и соответственно с тех пор начали созеваться методы вариационного байса. Была статья Хоффмана 2009 года, где был предложен стокастический вариационный инференс для испонициальных семейств. Потом была статья TCS W Stochastic Variational Инференс, где было предложено помимо мини-батчинга по данным, еще и брать Монте-Карло оценки Матажа Дани. Потом была статья Кингма и Велинга, по-моему, да, по-моему, все-таки, я просто, к сожалению, не помню, автор, Кингма, 14-го года, где был предложен репометризационный трюк, ну вот, и который стал, на самом деле, такой вот уже фактически, как я понимаю, некоторой, некоторый де-факто базовый, так сказать, базовым подходом к репометризационному байосу. А дальше уже пошли всякие развития, там, кто-то, 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 сейчас, Рогин, не Рогин, не помню, было обобщено репометризационный трюк на распределение, которое, которое не так просто подается ему, которое проще делать через неявную, через неявную функцию. Потом, соответственно, что еще было сделано? потом, соответственно, да, разумеется, с другой стороны стали атаковать вопрос о том, а как поменять вот этот вариационный, стахартический вариационный инференс, W-стахистик, к дискретному распределению, соответственно, получился там Gumbel Softmax, Reinforce, ну и прочее. То есть, ну вот как-то так пошла вся эта тема. Ну это такой исторический. Я уверен, что здесь кто угодно может лучше рассказать эту историю. Но идея в том, что мы применяем вариационный инференс, когда мы не хотим или мы не можем возиться с неберущимися от ожиданиями. Они существуют, но мы взять не можем. Или они будут невычислимы вообще, потому что просто-напросто это неэффективно вычислять и вычислять интеграл по сетке там из супер большого пространства. Поэтому применяется подход, когда мы находим какое-то распределение, которое более-менее неплохо аппроксимирует наш постереор. Это вот и есть вариационный инференс. Теперь эффект выбора параметров. Что здесь такое? Здесь это взаимодействие нашего прайера, наших параметров и того семейства вариационного, которое мы используем для аппроксимации постереора. Соответственно, Молчанов в 2017 году предложил так называемый drop-out постереор, который имеет гауссовский drop-out постереор, который имеет следующий вид, который я сейчас подчеркиваю. Это условно наше среднее мю и наша дисперсия связаны таким взаимоотношением. Наша дисперсия есть некий параметр альфа помножить на квадрат среднего. И вот если мы сможем и среднее учить мю и альфу учить, то мы можем адаптивно прореживать нейросеть. Соответственно, вот при этом это просто кусочек постереора. При этом было предложено использовать scale-free prior. Это фактически парад распределения. Оно имеет свои минусы, поэтому в 2016 году было предложено использовать собственный prior, так сказать, гаусс просто какое-то обычное нормальное распределение с какой-то точностью tau. И эту tau тоже учить вместе с нашими параметрами. То есть у нас здесь получается некий так называемый эмпирический bias подходит. Эмпирический bias подход это когда мы помимо параметров нашей модели, помимо параметров нашей аппроксимации Q, мы также пытаемся подогнать какое хорошее априорное распределение нам подходит под нашу задачу. вот соответственно вот некоторая картина того, как выглядит вещественность вартропаут. Теперь как мы работаем будем с комплексными числами и распределением. Здесь на самом деле все довольно-таки просто. Комплексная случайная величина. Разумеется, мы определяем распределение все через хорфункции, но для гаусса здесь проще определить, просто показать, что он выглядит как на самом деле двумерный вектор, у которого есть такая особенная матрица ковариации. Здесь параметры следующие. У нас три параметра есть. μ это комплексное число, просто среднее. σ это вещественное число, σ квадрат это вещественное число, которое определяет фактически дисперсию. И третий это параметр фактически некоторая корреляция между вещественной и минимой компонентой. Вот сейчас я картинку. На картинке здесь просто приведены примеры того, как для разных я предположил дисперсию один и средний ноль и как для разных соответственно фаз корреляции φ и для разной силы корреляции от минус одного до одного ну или от нуля до одного тут не важно на самом деле как оно себя ведет. Ну разумеется видно, что это просто на самом двумерный гаус. Вопрос такой, Иван, это как бы вы придумали или это известно? Нет, это известно ни в коем нет. Это я, к сожалению, не могу назвать какие-то учебники, где это было. Я просто много там статей посмотрел по как раз таки связанных с анализом радиоженером анализом сигналов, где люди пытаются посмотреть, а как надо моделировать сигнал, так чтобы как нужен фильтр придумать для того, чтобы можно было шумы разделять и так далее. Это вот собственно из этой литературы посылка в Википедии прошелся, потому что там действительно есть вполне хороший материал для этого. Соответственно это вот просто комплексно-значный вектор определяет, на гауссовский вектор определяется здесь это просто комплексно-значная просто одна величина, а вектор фактически здесь у нас просто блоки матрицы появляются и все. И матрица должна быть там, у нее должен быть там есть два условия на ее то, чтобы она была положительно определенная и ее шур-комплимент одного из блоков тоже должен быть положительно определен, тогда все будет нормально. Вот, то есть разумеется это не моя идея, это уже есть, так делают, так делают уже давно, по-моему из годов 70-х как минимум точно. Вот, соответственно так вот, что здесь предполагается? Предполагается, что у нас каждый параметр нашей комплексно-надачной сети аппроксимируется, постериор этого параметра аппроксимируется как просто полностью факторизованное, то есть просто произведение комплексных одномерных гауссов. У каждого гаусса свой параметр миу и сигма и кси. В той статье, которая опубликована на HTML, поскольку не было априорных никаких предпосылок для обратного, я предположил, что кси, то есть вот этот параметр корреляции у всех, у каждого параметра это ноль. Вот это как бы важно. То есть я практически даже сделал факторизацию не просто по параметрам, а еще внутри каждого параметра вещественные и мнимые компоненты, они независимы друг от друга. Потому что, ну да, это, с одной стороны, может показаться, что это слабо, довольно-таки ограниченная предпосылка, но, с другой стороны, оно получилось, что оно работает нормально. У меня есть уже наработки для следующего, ну, когда кси не ноль, но там есть свои нюансы, я потом о них расскажу. Так вот. Ну и, соответственно, мы предполагаем, что наш вариационный семейство вариационных пассивов, это тоже полностью факторизованный гаусс. И, если мы посмотрим на то, как соотносится альфа, ну, допустим, ну, соответственно, простите, и следующее, что мы предполагаем, это наш прайер. Какие у нас прайеры есть? Соответственно, прямое обобщение sparse war dropout это использовать прайер, который, как пары, это распределение. Ну и, также, можно использовать комплексно-значный гаусс как собственный прайер для того, чтобы делать, ну, для того, чтобы у нас не было проблем, которые были отмечены в некоторой статье, которые были отмечены в статье как раз-таки Харитонова о том, что у нас кульбек-ледер там вообще может не существовать, потому что у нас здесь это ненормированная плотность. Ну вот, то есть, два прайера таких. При этом, можно заметить, что можно вычислить, так же, как и для вещественного случая, можно посчитать при данном вариационном постирере, какое у нас будет распределение отклонения нашего веса от его среднего при условии таких параметров альфа и мю. Альфа это значимость, мю это средняя. Для комплекса значимых параметров это Хи-квадрат с двумя степенями свободы, то есть экспоненциальная. А для вещественно-знательных это Хи-квадрат с одной степенью свободы и вместо двойки здесь единица. Соответственно, эту информацию я в статье, в нашей статье мы тоже это рассматриваем. Ну, мы просто аргументируем, что на самом деле выбор нашего порога, он основывается вот на этой статистике. Так вот, это в принципе основное вот ядро вариационного дропаута для комплекса наших переменок. Теперь, что касается кульбек-либлера, который у нас в нижней границе появляется. Ну, во-первых, за счет того, что у нас все факторизовано, кульбек-либлер, ну, у нас и прайер факторизован, и вариационный постир у нас факторизован полностью по параметрам, то мы можем кульбек-либлер разбить на сумму. Вот. Теперь, чем теперь дальше. На самом деле кульбек-либлер для комплекса значного случая выглядит проще, с одной стороны, чем кульбек-либлер для вещественного значного спарс-форд-дропаута. А именно, если вычислить функцию кульбек-либлер для вещественного спарс-форд-дропаута Молчанова, то получится так, что у нас будет здесь кульбек-либлер будет точный, равен некоторой функции, которая является несобственным интегралом. То есть, возможно, это будет интеграл функция ошибок или что-то даже серьезнее. И при этом ее производная будет или наоборот, ее производная будет несобственным интегралом, который сложно берется, а сама по себе значение кульбек-либлер будет какой-то гипергеометрической функцией. Я, к сожалению, не могу назвать какие ее параметры. Можно там Вольфрам-Альфа, например, попробовать посмотреть, что там выдаст. Но неважно. Тяжело будет учитывать, и поэтому статье Молчанова было предложено использовать сигмоид плюс софт плюс аппроксимацию. То есть, фактически фитится нелинейная регрессия на Монте-Карло оценке кульбек-либера и получается параметр. Очень хороший параметр получается, на самом деле. Я проверял их. Действительно, точные, хорошие. Что касается комплексно-значного случая, здесь получается проще. Первое. Сам кульбек-либер у нас, это опять-таки не берущийся интеграл, экспоненциальный интеграл, так называемый. Но, что важно, второе, у экспоненциального интеграла очень простая производная. Это есть оппи-ник делить на х, при х меньше нуля. А это значит, что можно фактически в имплементации, которая уже есть, можно просто-напросто не считать кульбек-либер вперед, а только подменять его градиенты назад. И скорости мы вообще не теряем. То есть, даже выигрываем. Скорость сопоставим. Извините, что вклиниваюсь. Если вы сказали, что у вас там все полностью факторизовано, если вы кси использовали равным нулю, то раз у вас то не получается, что просто кульбек-либер между кушкой и пи, W и G, он должен распадаться на два слагаемых кульбек-либер между двумя одномерными распределениями? Нет, потому что приходится брать квадрат модуля комплексного числа. А в каком месте? Сейчас. Можно я включу свою статью тогда сейчас покажу? Давайте. Давайте так. Сейчас. Сейчас, секундочку. А у нас в пастериорном распределении кси тоже равно нулю? Или оно там произвольно? И у нас у пастериора тоже предполагается равным нулю. Мы его не обучаем, да? В этой версии, которую сейчас я описываю, не обучаем. В той версии, которую я потом расскажу, мы обучаем, но там есть свой... Сейчас я попытаюсь разобраться, где у меня шара моего экрана. Так, да? Так, вот. Раз. Секундочку. Простите за заминку. Сейчас я еще справлюсь. Так. Где? Вот она. Так, значит, статья. Фактически, вот про что я говорю. Я говорю про VDPrior Spotlight. Соответственно, вот. И здесь условно факторизация происходит за счет того, что, ну, вот. Здесь факторизация происходит по параметрам, а здесь происходит внутри одного параметра одного компонента мы не можем вот это вот разбить, потому что там логарифм стоит. И поэтому не получается. А такой дурацкий вопрос. А если все-таки вот это вот несобственное оприорное распределение взять модуль каждой компоненты, то есть модуль действительно, модуль комплексной компоненты? Тогда это будет просто... Значит, тогда что получится? Тогда мы независимо каждую компоненту будем моделировать... Условно, у нас будет два параметра релевантности для каждого кусочка этого числа комплексного. Релевантность альфа для вещественного кусочка и для мнимого кусочка. И тогда нам нужно придумать метод, ну, как мы будем решать, чтобы выбросить весь параметр или оставить его. Потому что комплексного числа фактически либо мы его в вещь выбрасываем, либо мы в вещь оставляем, потому что все-таки нам важны вещественные мнимые компоненты. И поэтому когда мы разрабатывали этот метод, мы на самом деле сразу попытались посмотреть, ну, может быть, даже сложный случай, когда мы не рассматриваем кусочки комплекса числа как независимые параметры. Да, они получаются статистически независимы потому, что у нас корреляция нулевая, но при этом они шарят между собой дисперсию и, на самом деле, средняя. Ну, средняя, это не так важно, дисперсия. Поэтому мы сразу попытались так делать. Разумеется, конечно же, предположение о том, что кси равно нулю, это очень сильное ограничение, потому что, ну, действительно, почему мы вообще говоря, говорим о комплексных параметрах и о связанности вещественной мимокомпонентной, при этом просто говорим, а давайте все будет независимо и не будем смотреть на это. То есть, как противоречие. Я к этому приду, но в данной статье получилось так, что статья была подана и принята, и в какой-то момент времени, так сказать, снизилось озарение, что, а, надо было делать так тоже. И было сделано так тоже, но, к сожалению, эксперименты приведены не были, но теория уже есть. Вот. Ну, это я в конце расскажу, потому что это получается дополнение какое-то. Так вот. Иван, а можно вопрос? Да. Очень короткий. Дивергенция Кульбока-Лейблера между двумя одномерными распределениями над комплексными числами. Это, по сути, то же самое, что она же между двумя двумерными распределениями. Все правильно, да. Все правильно. Например, вы можете посмотреть, вот формула 8, фактически, это энтропия гаусского распределения на второй строчке написано. Ну, короче так. На второй строчке написано одна вторая, логарифм и президент детерминатов. Если мы вот этот президент детерминатов соберем обратно, то мы получим вот эту вот матрицу здесь стоящую. если же мы аккуратно с ней поработаем, то получается вот это перемножение детерминатов пи на е на гамма, где гамма вот он, и пи на е на шуркомплемент сопряженного к гамме. Ну, здесь его не видно. Вот. То поработа с этим предположение, что у нас так называемая матрица отношения, матрица корреляции числа и его сопряженность называется в этом в комплексах значенных гаусс называется матрица отношения, а не ковариации, то есть relation matrix. В общем, если relation matrix 0, то у нас формула вот такой виды имеет. То есть, действительно, да, как вы видите, здесь что получается? Здесь, на самом деле, одна вторая была съедена двойкой, потому что двойка здесь у нас приходит от произведения двух детерминатов. Да, здесь действительно получается кульбы-клевер одномерный, комплексный, это кульбы-клевер между двумя двумерными векторами. И, соответственно, это также, и именно поэтому не получается вот так вот, как Дмитрий интересовался, не получается разорвать совсем полностью все. И за счет того, что у нас все-таки есть вот это вот, ну, здесь есть и здесь есть все-таки связь со счет комплексного значного модуля, модуля комплексного переменного. вот. Спасибо. Так, я вернусь к слайдам сейчас, секундочку. Так. Значит, итак, соответственно, получается так, что можно слегка оптимизировать, и, разумеется, та нелинейная регрессия, которая была предложена Молчановым, она довольно-таки быстрая, ну, что там, сигмоид плюс, софт плюс. Да, но, как бы, здесь получается чуть-чуть быстрее, но абсолютно как бы, это просто так, что технически можно это быстро делать, но это не критично. Теперь, что касается собственного прайера, это когда у нас комплексное нормальное с некоторой точностью тау, то тут Кульбек-Лейбер неоптимизированный выглядит вот таким образом. Сейчас я включу аннотацию Spotlight. Вот. А если мы оптимизируем, то он фактически совпадает с тем, что было предложено в статье Харитонова 18-го года. Все-таки я не путаю. Нет, не путаю, не важно. В общем, фактически совпадает с этим. Вот. То есть, что хорошо, и это в принципе софт плюс от отрицательного логарифма альфа, это довольно-таки хорошо можно внедрить и быстро работать будет. Значит, теперь что с экспериментами? Эксперименты были проведены для того пастильера, который я сказал, а именно, что у нас независимые вещественные компоненты. Вот. И для цели этих экспериментов было первое проверить, что эта штука работает, сравнить возможность как что лучше сжимается. Ну вот. При этом целью экспериментов не было сравнения там вещественной перформанса вещественной сеток и комплекции. Просто посмотреть, на что эти методы способны. Вот. И также просто попытаться для какой-то задачи более-менее с реальными данными посмотреть, что произойдет. Ну вот. Методология эксперимента была довольно-таки не то, чтобы необычной, она была следующая. мы брали модель притрейн, обучали ее, вещественную, комплексную модель, неважно. После этого мы прогоняли ее через фазу обучения со спарс вар-дропаутом, будь то вещественным, то ли комплексным. После этого, после того, как мы обучили модель вар-дропаутом, мы отбрасывали ненужные, нерелевантные параметры и дообучали модель с маской. Разумеется, эксперимент также мы замеряли результат на выходе, замеряли результат на входе и то, что получалось после притрейна. Соответственно, что здесь как бы одно из сильнейших отличий от статьи Молчанова, Кингмы и Харитонова, то, что мы использовали порог лог-альфа минус одна-вторая, а не три. Это очень сильный порог, это очень сильное снижение порога. Мы хотели получить действительно как можно сильнее сжать наши сетки. Почему минус одна-вторая? Минус одна-вторая приблизительно дает нам что у нас с большой вероятностью приблизительно то ли, я не помню, сейчас около 80%, то есть с большой вероятностью наш параметр не сильно не отличается от нашего выученного среднего более чем на 50%, то есть исходя из таких эвристического аргумента и того, что как я указал норма отклонения комплексного параметра от вещественного среднего на какие квадраты распределены, вот на основе этого приблизительно было выбрано число минус одна-вторая. Я приведу сравнение как для других чисел он работает, но это оказалось вполне себе жизнеспособное число, то есть то число, которое предложил Кингма, оно было основано на том, что бинарный дропаут Хинтона обычно 95% там ставится или 90%, а потом просто вот это число как бы оно сохранилось, потому что можно было во-первых проверить сравнение между статьями, ну и просто зачем это число трогать. Ну мы тоже потрогали это число. И третья особенность наших экспериментов в том, что мы использовали не совсем честный Элба. У нас Элба, он, Кульбек Лейдлер при нем, он взвешивался на некоторую, на некоторый параметр бета, который мы просто по сетке перебирали. Соответственно, статье Хукер и Гейл, которые производили сравнение, они используют линейный отжиг бета от маленького числа до единицы. В статье Харитонов и Молчанова используют то же самое. Здесь же мы хотели, если использовать вот этот вот отжиг от нуля до одного бета, то получится так, что мы не сможем исследовать профиль сжатия. Ну просто было интересно посмотреть, при каких параметрах вот эта вот бета здесь при обучении, она константная была, что мы получим на выходе. И фактически получилось так, что если этот метод спарсваб-дропаута рассматривать как просто инженерный подход к прореживанию сетей в продакшене, например, то вот эту бету на самом деле исследование зависимости и численности к бету, как нам показалось, было очень важно исследовать зависимость. А именно получилось так, что на самом деле эта бета влияет на качество прореживания и на силу прореживания и даже на результаты перформанс итоговой модели сильнее, чем вот этот порог Тау. Разумеется, можно этот порог очень маленьким взять, совсем это число, минус 10, тогда у нас все будет прорежено, разумеется, такие экстремальные случаи, но если мы рассматриваем где-то от минус 1, от минус 3 до от плюс 3, то самый сильный эффект, разумеется, имеет вот это фактически байсовская регуляризация, назовем это так. То есть на самом деле, конечно же, неправильно будет назвать это именно вот этот функционал вариационным инференсом, потому что у нас бета должно быть 1 равна. Но для исследований, для просто, так сказать, ответа, проверки наших гипотез, все-таки бету мы шевелили. Разумеется, можно сказать, а, ну вот смотрите, у нас здесь лог родоподобия, обычно мы используем, например, MS Yellows, а MS Yellows он идет у нас от Гаусса, а у Гаусса у нас еще есть и дисперсия там, и фактически в бета еще и дисперсия входит, а также туда входит еще размер данных, да, и, соответственно, таким образом получается, что вот в эту бету включается и дисперсия нашего выхода, и эффективный размер датасета, ну и фактически все вместе эта бета, она определяет, насколько близко мы хотим быть на выходе к нашему прайеру, или насколько мы хотим ближе быть к тому, ну, к тому, что нам данные говорят. Вот, поэтому это вот третье отличие наших экспериментов. Значит, мы используем, как обычно, мы используем MNIST, Fashion MNIST, Kanji MNIST и, какой там еще, и Extended MNIST, по-моему, где там буковки есть еще. Вот. Также мы используем CFR10 датасет, где мы, ну, флип, кропы были, мы взяли VGG сеть 16, просто перевели ее буквально с заменой вещественных на MNIM в MNIM версию. И также мы исследовали то, как можно на реальной задаче сжать аннотации музыки, как можно сжать существующую, как, ну, существующий хорошую глубокую университет. Она не являлась State of the Art, уже даже на тот момент, когда, ну, на тот момент, когда выходила статья 18-го года, она была, конечно, но буквально сразу же авторы исходного датасета выложили, выкатили модель, которая была даже лучше и не использовала вообще комплексные числа. Ну, неважно. В общем, мы взяли модель Trabelsi и сжали ее. Как вы картинки переводили из действительного в комплексный домен? Значит, Trabelsi переводил их следующим образом. Была нейросеть, значит, цвета, как есть, передавались в вещественные вход. В комплексный вход они натренировывали несколько небольших сверток, которые из цветов переводили это в минимум компоненту и подавали вот этот вход. То есть, получается, у нас часть картинки напрямую переходила, в одну часть сеть картинки напрямую переходила, в другую часть она через небольшую подосетку проходила. Значит, что мы делали? Мы просто взяли, сказали, окей, вот этот вход делать оснований нет, потому что какой ход хороший, какой плохой, не очень понятно, зачем это. Мы просто взяли, подавали, мы просто вложили R в C, соответственно, вещественные компоненты у нас это была картинка, а мнение компонента было 0. Ну вот, ну и просто, да, разумеется, можно сказать, что это в неком смысле overparameterized вещественная сетка, но как бы мы сравнивали их с вещественной и получили, что они в принципе у тебя похожи. Вот, то есть тут мы подавали просто как есть. В MNIST мы делали то же самое, либо мы, сейчас, я должен, так, MNIST, да, MNIST, либо если у нас были фичи исходные, картинка, то мы подавали их так, вещественная, а мнимая 0. либо мы картинку переводили в 2D Fourier преобразование делали, переводили и вот просто так подавали ее. То есть мы хотели посмотреть, а вдруг что-то от Fourier фичей тоже придет интересное. То есть вот такое, в принципе, все направления, которые мы исследовали. Значит, я в данной презентации не перевожу примером MNIST, но вывод таков, что методы работают и работа сопоставима. И тот результат сравнения, который получил Харитонов касательно того, как ведут себя VAR Dropout и ARD, они также наблюдаются в комплексном нашем случае. То есть комплексный VAR Dropout и комплексный ARD, они действительно ведут себя очень, дают почти очень похожие сопоставимые, очень близкие результаты, но, разумеется, ARD прореживает чуть-чуть слабее, чем VD, потому что prior такой. Но при этом, разумеется, на выходе, поскольку мы проредили чуть-чуть слабее, у нас чуть-чуть больше параметров, то в режиме, когда у нас нет переобучения сильного, то ARD ведет себя на выходе по перформансу чуть-чуть лучше, чем VD. То есть то же самое наблюдение, которое было получено в исходных статьях. Оно наблюдается и в комплексном с VAR Dropout тоже. Теперь, что касательно CIFAR. Соответственно, на этой картинке, эта картинка, наверное, возможно, содержит в себе больше информации, чем нужна, и хотелось бы, наверное, ее оптимизировать, но единственное, что в следующем. Икринки, вот эти точки с черными ядрами, они означают результат после этапа дообучения. вот эти хвосты это результаты сразу после этапа прореживания с помощью Байсовского метода. Ну и как видно, что, во-первых, дообучение здесь очень помогает в данном эксперименте, но, во-вторых, видно, что, на самом деле, отличия между вещественными нимами по какому-то производительности здесь нет. Разумеется, здесь этот эксперимент проводился на очень небольшом количестве эпох. По-моему, у нас то ли 40 эпох обучения было, то ли сколько-то. Ну вот, и тут можно есть некоторые недочеты, которые была бы возможность, я бы уже исправил бы, но, в общем, здесь есть некоторые, так сказать, несовершенства, которые могут устоять, но за счет того, что здесь было повторено экспериментов очень много, я уверен, мы уверены, что паттерн сохранится полностью. Просто можно этот цифр просто сильнее дообучить. Но, как видно, можно его сжать больше, чем 100 раз и при этом вещественный или мнимый и ничего не проиграть. Ну, особо сильно. Ну, вот. То есть, все-таки, если у нас сеть сжата 100 раз, при этом у нас 90% цифр 10, в принципе, это вполне нормально. Вот. Хотя это не сот, разумеется. Теперь, что касается аннотации музыки. Здесь на этом графике тоже самая идея. Мы брали их, мы брали нейросеть, глубокую нейросеть предложенной вот этой вот Тробелси и коллегами, сжимали ее. И вот в наших экспериментах мы сжали ее довольно-таки хорошо и приблизились к их результату, но консистентно побить его не смогли, потому что вот не удалось их эксперименты воспроизвести даже без вообще каких-либо сжатий или прочего. Пытались, не получилось, к сожалению, вот получилось так, что только получилось приблизиться к ним. Возможно, они какие-то трюки используют, которые Керос делает, а точно, например, не может. Я такое тоже видел. Пример такой, что у нас на Керосе модель давала, условно, нужно было оценить uncertainty модели, и на Керосе uncertainty модели очень выглядел как бантик, а на торчем выглядела как выраженная такая линия. При этом фактически те же самые начальные значения просто копировались, то есть тут возможно была разница в имплементациях. Соответственно, вывод такой, что да, действительно можно с помощью этого метода ARD или комплексного wardrobe-out сжать комплексную сеть и получить на выходе довольно-таки приемлемое сохранение точности и хорошее сжатие. А как вы объясняете не монотонность такую? Почему здесь происходит вот эта вот выпуклость вверх? Я объясняю здесь тем, что следующее. Здесь сжатие, значит, если, здесь у меня картинки-то нет, она и статья, потом могу показать. Идея в том, что их нейросеть, она очень сильно на том куске датасета, который они использовали для обучения, мы используем для того же самое, их сеть, она жестко переобучалась. Если было брать early stopping с количества эпох до включения early stopping, то их модель на том train-датасете и с тем вредизационным сплитом, который они предлагали, он включался на 10-й, 12-й, 15-й эпохи. Мы пришли, ну, как бы, я подумал, мы подумали, что это связано с тем, что модель действительно переобучается. При этом, что происходит, когда мы ее очень сильно сжимаем, эту модель? Мы убираем из нее кучу параметров, она становится очень прореженной и переобучение просто не успевает включиться. И таким образом, поскольку наша процедура, она трехэтапная, сначала мы обучили модель, потом проредили модель, потом дообучили модель, то если мы модель проредили очень слабо, то фактически все три шага являются продолжением одного и того же шага обучения модели. Если же мы очень сильную модель сожмем, где-то в районе тысячи или ста или более, то что получается? Мы выбросили из модели довольно-таки много оверпараметризации и действительно происходит качественное отличие между фазами. это было, мы проверили эту гипотезу тем, что посмотрели на средне-медианное, мы с каждым экспериментом здесь проводились, реплицировались по 10 раз, чтобы можно было, или нет, простите, 5 раз, по 5 раз, чтобы можно было хоть как-то от случайности учесть то, что там может быть некое стахастическое. Если посмотреть на медианное количество эпох до включения early-stopping моделей 10, то оно такое же, как и на трене, около 10-15. А если сжатие более 100 и выше, то оно резко подскакивает до, ну, фактически early-stopping не включается на валидационном сплите. Это значит, что модель за счет такого измерения переобучения не переобучается на валидационном сплите. То есть, соответственно, здесь получилось так, что это особенность самого датасета плюс той модели, с которой мы работали. Так, понятно. А вот горизонтальные линии цветные. Что бы означало? Это фактически среднее и спред того, что было на выходе после фазы просто обычного обучения, без dropout и без дообучения. Вот. Как некий референс. То есть, получилось вот так. Теперь, что касается выбора порога. разумеется, как я уже сказал, не разумеется, точнее, получается так, и даже можно посмотреть по задаче оптимизации Элба, что выбор коэффициента при кульбек-либере на самом деле очень сильную роль играет. И это проверяется на практике тоже. Видно. Значит, черным квадратом обозначается параметр порога минус одна вторая, который мы выбирали в наших исследованиях. Соответственно, если посмотреть на то, как ведет себя при низком коэффициенте веса при кульбек-либере, как ведет себя прореживание при разных порогах, то мы видим, что оно, разумеется, убывает, когда мы все ниже и ниже порог, все более жестко проезживаем, но не так сильно, как, например, если мы выберем высокий, довольно-таки сильный коэффициент веса при кульбек-либере. При этом, если модель не дообучать, то ведет себя кривая довольно-таки похоже, что для случая низкого веса при кульбек-либере, что для случая высокого веса. Но если дообучать, то, разумеется, здесь разница имеется. И, как видно, из-за того, что кривые вот эта вот синяя и оранжевая находятся относительно красной и зеленой, видно, что коэффициент при кульбек-либере это наиболее важный параметр обучения и прореживания как, ну, как считаю, как получается для спарства дропаута. Не только комплексного, но и вещественного. То есть у вас значит, вот берем кривую, допустим, синюю. Что меняется? Здесь следующее. Синяя кривая была получена после каждого эксперимента, там у нас 5 было. Я взял модель с параметром c равно пять тысячных и просто-напросто не перед дообучением просто взял, пробежался по разным порогам и посмотрел, какой будет результат на тесте. здесь без дообучения. Оранжевая кривая это с дообучением. Иван, Иван, пороги какие? Тау или бета? Порог тау. Бета это здесь, к сожалению, график неудачный, прошу прощения, здесь это c. А, это c. Все, да, Прошу прощения, здесь действительно все, c, c, тут совсем. Тогда у нас увеличивается разрезанность под эту, ага. так, да, все правильно. И, значит, вдоль одной кривы мы изменяем тау, то есть порог отсечения. Значит, чем у нас порог отсечения меньше, тем больше мы отсекаем. Все правильно. Да, все правильно. Окей. Ну, порог отсечения, он в логарифмическом масштабе по альфа, поэтому он отрицательный может быть. Ну, тут видно, на самом деле, что вот эта вот одна вторая, она как бы находится на грани. Если мы чуть-чуть ниже будем ее брать, то мы уже будем без дообучения сильно скатываться, с дообучения мы уже будем начинать, как бы, вступать на какую-то убывающую часть этой кривой. Для небольших, для маленьких параметров бета, то есть c. для больших же здесь, разумеется, кривая более, с больше сильной кривизной, ну вот, и действительно, тут, на самом деле, тоже этот параметр tau тоже, получается, можно и нужно выбирать, но он не так критичен по сравнению с тем, какой эффект имеет c или b на все обучение. То есть, вот это такой второй вторичный вывод, который мы сделали. То есть, если, соответственно, мы хотим в продакшене какую-то сетку сжать, то нам приоритетом это выбрать какой-нибудь c. А c выбирает, c или бета. А c или бета выбираются, исходя из размера датасета, который у нас есть, то есть, это один размер датасета. Ну и, может быть, там, если у нас есть какой-то шум, то это тоже нужно учесть нам. Но там явно формулы пока что, ну, конечно, нет у нас, но как бы идеи, откуда коэффициент берется это вот из размера датасета в основном. Вот. Так. Соответственно, какие результаты мы получили? Ну, во-первых, понятно, это мы обобщили с вещественного на комплексный, реализована библиотека для торча, которая позволяет это все, вот, условно, можно взять торчевый слой и просто заменить его на слой, там, либо с троп-аутом, либо комплексный слой. Ну, разумеется, если мы хотим заменить вещественный слой на комплексный слой, то нам нужно слегка обернуть нашу модель, чтобы у нас начали комплексные объекты, назовем их так, протекать по ней. Также мы смогли сжать нашу сеть, глубокую нейросеть, и мы исследовали вот эти профили для того, чтобы понять, как это работает, работает ли вообще. Ну, Соответственно, ну, это, как бы, эксперимент, это summary экспериментов короткое, ну, я его уже рассказывал. Теперь касательно параметра кси в нашем варапроксимации. Я еще раз напомню, она выглядела вот так. Это здесь в той работе трубопубликовано, мы предполагали, что кси равно нулю. Это на самом деле, ну, странно. Мы говорим о том, что комплексные переменные, они, вещественные компоненты, должны либо вместе уходить, либо вместе существовать, но при этом предлагаем, что они статонезависимы. Нехорошо. Надо бы посмотреть, а что бы по-другому. Здесь соответственно то, что сейчас вот это, соответственно, есть один из ограничений этого метра. Второе, разумеется, это факторизация, но пока что ничего лучше, чем факторизация, ну, может, групповое объединение там есть возможность, но ничего лучше, чем факторизация, условно, никто не использует, потому что работает хорошо, быстро, и проблем нет. Так вот, можно попробовать сделать кси-параметр, то есть связь между вещественной компонентой, то есть корреляцией, обучаемой. Соответственно, здесь вся та же механика, что и в комплексном вадропауте с нулевым кси, а именно у нас факторизованный ку, у нас, но единственное, что теперь у нас предполагается какая-то обучаемая вот эта вот корреляция. При этом я предположил, что при этом что получается в случае, при этом я предположил, мы предполагаем, что для вот этого расширения, скажем так, лучше применять ARD-шный правер, то есть собственный правер, чем не собственный правер, который был предложен Молчанову, потому что просто форма получается проще. Так вот, если мы посчитаем кульбек-клебер двух вот этих распределений, вот этого пи и вот этого ку, то он будет выглядеть вот таким вот образом. И, соответственно, если он имитирует, то сохранится часть, которая была в ARD-методе вещественном, но также будет вот эта добавочка из логарифма от фактически силы корреляции между двумя параметрами. Эта сила, она от нуля до одного. От минус одного до одного. Вот. При этом где по фи-гредиенты, где по от фи-зависимости, ее нету? Да, вот именно что здесь, что получается, от фи-зависимости в кульбек-клебере нету. И вот это и основная загвоздка с вот этим методом. Он также впилен уже в библиотеку. единственная проблема, что окей, мы понимаем, что нам важно учитывать корреляцию между нашими вещественными нимой компонентами, но вопрос, а какой датасет или какой эксперимент нам поставить нужно, для которого наличие подобных тонких корреляций между вещественными компонентами в вариационном постериоре будет наиболее явно видна. И здесь в силу ограниченности возможностей и в силу того, что, ну, все-таки это в некотором смысле уже завершенная работа, мы приостановили дальнейшее расширение и просто остановились на том, что мы симулировали вот этот вот пол-арт, поляризованный ARD-dropout и просто вывели основные формулы для кульбека-либера и для того, как можно более-менее эффективно сэмплировать из двумерного ой, не из двумерного, простите, а как можно сэмплировать из вот этого локального репоментационного трюка для комплексных случайных величин. То есть здесь в этом расширении к сожалению нужно понять какой критически важный эксперимент показал бы, что действительно это важно учитывать против того, что мы просто предполагаем, что кси равно нулю и забываем о ней. Вот. То есть кажется эксперимент достаточно простой. Надо просто добавить оптимизацию по этой и посмотреть какое у нас значение алла получается. Она получается существенно выше или нет. Если получается существенно выше, значит действительно лучше приблизили честно апостерированное распределение в нашем вариационном приближении. Если получается примерно такое же, означает, что да, критики не сващи, оптимизируй, не оптимизируй, ничего особо интересного не повыше. Ну, я, да, это абсолютно правильно. Посмотреть с точки зрения ELBA, как бы, действительно мы смотрим на Эклихуд, да, и принимаем решение о том, действительно ли лучше или не лучше. Но, с другой стороны, окей, я принимаю, да, это действительно правильно так делать эксперимент, но, с другой стороны, хотел бы понять, а если действительно, если будет, даже если будет какая-то разница между ними, то как, то стоит следующий вопрос. Вот в этом методе, к сожалению, не очень понятно, как выбирать, или можно ли выбрать альфу, как, простите, порог для альфы, потому что здесь происходит, во-первых, у нас есть альфа, а во-вторых, у нас есть вот эта вот, как бы, корреляция, что мы с ней тоже должны сделать. Здесь это тоже нужно, то есть, если в комплексном, в ардропауте, в исходном, у нас там был хи-квадрат, просто хорошо выглядящий, на основе которого можно как-то принять решение, то здесь альфу придется задавать более просто, там, либо перебором, либо чем-то, например, взять то же самое, там, ноль или три, или минус одна вторая, но здесь будет меньше, получается, как бы, связи, что ли, с постериором, который мы предположили. Ну, не обоснованно, но в любом случае, можно как некую разумную эвристику ту же альфа минус одну вторую использовать, если вы знаете, что на практике у вас это неплохо работает. Тут интересно другое. Ну, допустим, мы так обучили, допустим, у нас альфа получилась там выше, ну, на сколько-нибудь значительную величину. Дальше, вы когда применяете свою разреженную сеть, вы же используете только одну сеть со значениями в мюшках лесов? Или как? Я, когда, значит, наша сеть прорежена, мы оставляем только мюшки, все правильно. Угу. И эта фишка, и поляризация, которая предполагается в пастуре, она никак не учитывается. Ну да, я понимаю. Просто гипотетически, если бы, допустим, вы бы не делали файн-тюнинг, а у вас там явно есть ситуация, когда, в общем-то, файн-тюнинг не сильно помогает, да, то можно было бы пытаться ансамблировать, например. И вот тогда разница могла появиться. То есть одно дело, когда вы ансамблируете по полностью, ну, значит, по распределению, в котором ксиро на нулю, другое дело, когда вы ансамблируете по распределению, где ксиро настроилось, и она лучше приближает честное, постеревенное распределение. Можно было ожидать, что тогда ансамбль такой будет работать немножко лучше. Мне интуиция, наш опыт применения вар-дропаута подсказывает, что, скорее всего, улучшения будут инкрементальные, но формально можно хотя бы их будет получить и измерить. Ну, в принципе, да, я согласен. Это действительно, как бы, наверное, это и есть тот важный эксперимент, который было бы неплохо провести для вот этого поляризованного. Просто я, когда прогонял для очень простенькой задачи, которая проверяла, возможно, ну, которая фактически является частью юнит-теста для ЛИБа, задача именно, что мы хотим из входа получить вход. То есть, мы должны выучить диагональную матрицу. Но вещественные комплексные дропауты, обычные, которые были описаны выше, они справляют задачи хорошо. Это же тоже справляет задачи хорошо, но при этом там с поляризацией, ну, она как бы, наверное, она фактически никак не, ну, она, наверное, умирает, я бы так сказал. То есть, фактически для такой простой задачи я, ну, как бы, не получилось вот это вот сделать, но это, наверное, не нужна. Да, да, просто не нужна, это правильно. Ну, в общем, вот я понял, что можно сделать, но, как бы, надо просто сделать эксперимент, да. У меня маленький вопрос, уточнение. Вы поэта оптимизировали через гиперболический тангенс или как-то иначе? Вот в этом поляризованном дропауте? Ну, чтобы учить ограничения, что по модулю меньше единицы. Так, ну, давайте, я могу сейчас вам код показать. Сейчас я показать вам код. Давайте код покажу, что ли, и пришел. Это вопрос, скорее, он вам, он не столько... Ну, да, ну, смотрите, в общем, что я делал. Фишку я ограничивал от, там тоже гиперболический тангенс от минус пи до пи-полам до пи-полам. Это здесь у нас была, это был, скорее всего, софт-плюс, если я не ошибаюсь, потому что можно было проще формулу вывести. Текстов-плюс положительные значения выдаёт. А тут нужно от минус единицы до единицы. Да, всё правильно, абсолютно, да. Значит, это у меня был тоже гиперболический тангенс. Нет, давайте всё-таки открою код, потому что я в коде это имплементировал, я тоже скажу, как я, давно это имплементировал, сейчас, секунду. Так, прошу прощения. Где тут? Вот. Забыл. Так, мы шарим в скрин, посмотрим, что у нас. Так, соответственно, мы хотим посмотреть на Relevance Extension Complex Pollard. Так, да, у нас sigma через экспонент была, дальше логарифм это у нас будет через тангенс, всё правильно, а φ у нас через так, 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 через арктангенс я это делал. Потому что арктангенс, он от минус пип полам до пип полам, и это было проще модулировать. Вот. Понятно. Окей. Ещё вопросы, коллеги? Ну что же, если вопросов нет, я думаю, что мы докладчиков по ходу уже ряд вопросов задали. Та докладчика давайте поблагодарим, но, к сожалению, в зуме аплодисментами этого сделать не удастся, поэтому я позволю себе выразить общее мнение вас вам поблагодарить. Интересный доклад, интересный техники биосовской регулизации на комплексные сети тоже переносятся, и особенно обращаю внимание девочек Макса и наших акустиков, что вот, видите, народ активно использует комплексные сети для звука и для радиосигналов, не исключено, что это то, что нам тоже стоит как минимум рассмотреть, они задействуют ли в тех прикладных проектах, над которыми вы сейчас работаете. Окей, значит, на этом спецсеминар у нас завершен, следующий будет через две недели, и выступит еще один исследователь из группы Евгения Бурнаева, Ермек Капушев, который расскажет про ток, они использовали случайные признаки фурье на основе модели гауссовских процессов для задач оценки плотности и локализации в работе. Не знаю, я правильно с вами перевести, но, в общем, мне кажется, тоже будет интересно. Все, всем спасибо. Спасибо, Дмитрий, спасибо, коллеги. Спасибо. Всего большое.